Депортация азербайджанцев из Армении, переселение азербайджанского населения из Армянской ССР в 1947-1950 годах. Осуществленное согласно постановлению Совета Министров СССР номер 4083, от 23 декабря 1947 года, в 1945 году СССР предъявил Турции территориальные претензии на Карс и Ардаган. Конфронтация в отношениях между странами сохранялась вплоть до смерти Сталина. До 1953 года продолжалась подготовка к обоснованию этих претензий, и важным шагом стало решение Сталина – предложить зарубежным армянам переехать в Советскую Армению, репатриироваться. В советских планах по вовлечению Турции в сферу влияния СССР советская Армения занимала наиболее выгодное военно-географическое положение на восточном рубеже Турции. Потенциально нелояльные, по мнению советского руководства, азербайджанцы могли стать пятой колонной в случае ожидаемого конфликта с Турцией. Владислав Зубко считает это основной причиной, по которой Сталин решил депортировать азербайджанское население Армянской Советской Социалистической Республики, что и было осуществлено в 1947-1950 годах согласно постановлению Совета Министров СССР номер 4083, от 23 декабря 1947 года. Один из пунктов этого постановления гласил, разрешить Совету Министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома в связи с переселением их Куро-Раксинскую низменность Азербайджанской ССР, использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР. Детали переселения были также определены в постановлении Совета Министров СССР номер 754, переселенцам. Согласно этому решению, следовало выделить их часть колхозного движимого имущества, и обеспечить бесплатную перевозку этого имущества до нового места жительства. Стоимость оставленного на территории Армении движимого имущества должна была выплачиваться колхозом по месту нового вселения азербайджанцев. Переселенцам были предоставлены некоторые льготы, а также выданы безвозвратные денежные пособия в размере 1000 рублей на главу семьи, и 300 рублей на каждого члена семьи. Совет Министров Армянской ССР обязывался оказывать помощь переселенцам в продаже принадлежащих домов в местах выхода. По мнению историка Владислава Мартыновича Зубка, именно с подачи потерявшего надежды на возвращение земли предков первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Григория Рутюнова, Сталин дал приказ депортировать азербайджанское население Армянской ССР в Азербайджан, чтобы освободить место для армянских репатриантов, число которых оценивалось в 400 тысячах. По мнению Владислава Зубка, в Армению приехало 90 тысяч армлин. Азербайджанцы были вынуждены переселиться в Кур-Араксинскую низменность Азербайджана, где быстро развивалось хлопководство, а их места, как и было запланировано, заняли армяне. В Кур-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР планировалось переселить в три этапа около 100 тысяч человек, в том числе 10 тысяч в 1948 году, 40 тысяч в 1949 году и 50 тысяч в 1950 году. Эти планы, однако, не удавалось осуществить в столь короткие сроки в связи с недостаточным финансированием строительных работ на территории Азербайджанской ССР. На основании обращения Совета Министров Азербайджанской ССР переселенческая программа была скорректирована и продлена до 1954 года. Субтитры создавал DimaTorzok